слушай кто зачем я же буду делать подделку ты будешь и бери хоть одно ведро иди к маме собирает тут и совсем останется без денег я понимаю но ты же сказал я заработаю деньги иди зарабатывай хочешь вот эти собирай вот но еще лучше собери эту мелкую грушу дикую иди прямо там увидишь маму лично для тебя ведро 200 рублей ту мелкую юля ребенок идет деньги зарабатывать может быть лишь эту грушу дашь ему там думать не надо она ковром так только не говори что это манжурский ореха столько не может быть там их было несколько штук где ты берешь до пол ведра ореха ниже а ранетка ну тогда нормально то я думал детстве набралось только орехи ко мне надо их сушить да вернее так досушивать когда по блок леса сами тогда вот готовы так ну после сбора я одно ведерко туда отнес юля тимош пойдем ой сень пойдем на покажу где груш но если сильно не хочется не надо но неудобно все-таки на камеру снимаю а ты у нас всегда был образцом пошли покажу скоро приглашу друга лесоруба и он будет унистажать вот это вот последствия супер урожая видите пойдем 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 вот головная боль собрали ведро через день два вида сегодня приехали собирать я посмотрел мне стало плохо вот столько не продать зачем мы столько собираем а ведь это самое ценное дерево на планете из груш не было бы этого дерева не было бы у нас самых сладких в россии груш правильно сеня ну собери хоть ведро бедный ребенок пожалуйста если тебе надо 400 рублей собирать два вида фирма платит мне что за эти тебя давать что потом все равно деньги выключишь так лучше за груша вот такой меня ценизим так там дальше господи пройти то нельзя то ветка рухнула я вам уже я показывал вот а а нет это не манджурский это кажется потом некогда место болятся точить работой давай так небольшое дерево мелба она падала лежала плашня мы его подняли а почему лежала плашня корневой отводок он так и не развился не развился так теперь познакомлю еще с одним сортом его нет каталоге почему потому что и такое здесь когда-то был питомник и мне не хватило сил и нервов проредить и что получилось вставляете роскошная слива венгерка сейчас посмотрю нет ли на ней плоду вот зимняя яблоня слава мичуринска прошу не путать вот груша вон она видите вон она воронежская и все это вот их густоте дикой вот это уже точно надо было спилить это небольшое дерево это китайская слива тут времени не хватило уже было не жалко вот это не дефицит снова груши груши вот она воронежская это и все в густоте мелба вот здесь прошлом году я вам показывал фотографии висели мелба огромные вот персики вот они это сеянцевые персики вот видите они помельче тут же я вам показывал начале фильма они правда еще не вызвали они будут еще больше но те привитые были а это в сеянце вот так куда-то они постепенно исчезают и что в этом году вот смотрите какая красота это уже не мелба это осенняя полосатая ой какой уникальный сорт сейчас я вам возьму в руки покажу почему а ни разу не показывал все мимо да мимо вот оно так обросло деревьями что тут бывает и забываешь что оно есть вот видите посмотрите на эту грушу все буквально в метре а знаете почему объясняю это бывший питомник вот чернослив ох тут хоть бы один вам угостить есть чернослив ура 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 вот он ни разу не палит и сам отвалился я на него посмотрел он отвалился видели эту красоту показываю разрезе не завидовать вот он видели как он выглядит прошу не путать с венгерками меняем тему и так яблоня осенняя полосатая мне сейчас нужно наклониться кстати вот это вот зараза этот мальчужский орех который весной был выпаден мной западлесной земли и накрыт тряпкой такой толстая толстая тряпка типа коврика что вы думаете через месяц коврик поднялся представляете и все теперь мой рост снова мощься дерево попробуйте убить а почему нигде нет а внушили людям глупость вот эту что он вреден саду и он показывал как он вреден так тут уже собрали это старше вот такое яблочко покажу красота какая видели вот она есть осенние полосатая так ну ведерку уже собрали можете потом ведерки вам покажу ну и вот она слава мичулинская и везде метр полтора между деревьями а что делать а что я виноват что у меня рука не поднялась плохо что на таком цвету не видно урожая ну тут ведра 3 в этом году слабенько не полит и вот такие дела что я только не делал и тут у меня два пня еще были гуси ну что делать бывший питомник все-таки скрипя сердце вон и земли торчит видите вот эти вот отростки это там пень вот а этот я не надо было дать простор немножко солнце вот я решил укоротить по принципу ну куда мне больше и потом высокие деревья не могу брать черенки смотрите внимательно видеть это называется обрезка на матушное дерево чтобы потом с него брать черенки вот они красавцы если бы этого не делал вот такой красоты не было бы вот там черенки прекрасно казалось бы а знаете что там случилось там приросты не по метру не как я хвастался даже не полметра а он только верхушки получается это дерево пожалел да плодоносит все ну правда он уже заканчивается плодоношение воды уже падает так пожалел зато теперь грушек не отдевать некуда а сделать вот так ну что делать это задним умом я задним умом я умен а так получается что вот это дерево я вернул ему качество маточного а это упущено просто упустит теперь вообще трогать не буду ну и последнее еще раз показываю здесь у меня были гости гости были приехали я показывал кино вы видели а может не видели именно этот сюжет это потом я привел сюда и она собирала земли прекрасные плоды черешни брянская розовая вы скажете того что конец и и этого самого августа августа сегодня 27 28 не помню какой-то из этих двух дат 28 наверное вот земли все было собрано вот они последние плодики видите я надеюсь вы мне поверите а почти не считается так вот еще покажу немножко чтобы вы поверили что это все правда ну наши гости вон они плодики последние в общем все это реально и как видите морозостойкость предельно показал вам предельно морозостойки персики предельно морозостойки черешни то и то чуть ли не субтропики никак не могут дойти до есть такая поговорка не каждая птица доплывет до середины днепра так вот не каждая статья фильм полезный для нас наоборот страшная вещь ребята начали научат вот они груши начали их надо научат убивать а потом ждут от них урожая ну что заканчивая эту тему ну что сень давай давай это тебе пока льгота такая легко даются деньги вот по мере роста будешь все больше собирать вот оценки будут падать что делать такая жизнь давай зачем собираю прок из 38 лет что я слежу за этими грушами в данном случае дикие уссурийские груши лучше в мире подвой даже в соседних научных учреждениях ее нет как они мне объясняли я же любопытный мы плеваем на гибридные груши считается что дикарь ему не приживается да не приживается а я ничего не закончил эту тему получается да не приживается да кстати еще до этого чуда не дошел вот сейчас может быть мельком покажу сувенир востока уже косточки трясут а он все еще не падает вот видите два деревца но еще в двух местах по одному деревья старые не старые извечены мной на черенки довел их до этого состояния саму стыдно но стыднее было бы если мне не начало было внуков одеть школе да дальше вот не дальше а еще что-то я еще про грушу сказать хотел а все это роскошь вот это вот а все да я я унесу оставь его если еще деньги нужны беги за вторым пустым ведром а но устал устал ладно вот это все чудо у меня нет клея ты мешаешь кино снимать вот эти вот груши это у меня крепкие 60 это память яковлева сладчая не бывает на что привито правильно на дикую сирийскую грушу не на потомка не на гибрид как научных садах я уверен что при этом несколько градусов на цикле теряется она не просто растет на ней она приучена к ней несколькими поколениями назвал я эту красоту знаете как настояние ментора это открытие за которое я конечно на улицах бы не дали но я мог бы получить с гордостью нашу отечественную государственную премию но ученые как я иногда говорю приставят к виску ученому самому крутому по грушам скажут признайте что железо прав что не может добиться того что сладчайшие груши перестанут замерзать по всей россии вот и вот пистолет или стреляйся или скажи да железо прав догадайтесь с одного раза что он сделает ну вот пока такой горький конец истории сегодняшний все на этом заканчиваю таких рассказов было много до свидания друзья вот я вам пожелаю чтобы такие сады были у вас что есть у вас гибли деревья гибли бы они только от урожая страшного огромного урожая все